Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже вторник, 20 июня 2023 года. Новости у нас будут следующие. Бывшим президентом пора жить на своей пенсии. Собраны подписи за отмену привилегий. На портале общественных инициатив monoballs.lv собрано уже более 12 тысяч подписей за прекращение содержания бывших президентов за счет государственных средств. И это количество подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в СЕИМ. Планируется сделать это в конце августа этого года, 2023. Сбор подписи под этим предложением начался в мае этого же года. В качестве представителя инициативы указан Вадим Кислов. Он подчеркивает, что в то время, когда в Латвии не хватает финансовых ресурсов, почти во всех сферах следует подумать о более рациональном и взвешенном отношении к социальным и другим гарантиям бывших президентов государства. По мнению автора идеи, пенсия бывшего президента может быть сохранена по истечении срока полномочий. И это нужно сделать и для того, чтобы усилить самостоятельность действий президента в период его полномочий. Исключить возможность политического реванша. И человек не должен бояться идти против парламента в случае необходимости. Далее. Хотя разумные и четкие социальные гарантии укрепляют его даже после вступления в должность. Квартира, машина, секретарь и так далее на всю оставшуюся жизнь несоразмерны, считает Кислов. По его словам, бывшему президенту можно дать право использовать Рижский дворец в представительских целях. Но, но, предоставлять квартиру только по этой причине нецелесообразно. По инициативе подчеркивается, в инициативе подчеркивается, что есть немало стран, где такие расходы не возлагаются на общество. Но это не мешает президентам этих стран быть хорошими чиновниками. По мнению Кислова, это позволило бы и сэкономить деньги, и сделать общество более сплоченным. Подчеркнул, что у нас нет сверх застрахованных людей с гарантированным, роскошным образом жизни. Только потому, что они несколько лет занимают важные должности. Полностью согласен. Вот прям миллиард процентов из ста полностью поддерживаю я вот эту инициативу. Где-где, но только не в нашей стране. Господи, друзья, это я уже от себя добавляю. Пишите комментарии, что вы думаете про вот эту новость. Ладно, друзья, я не буду много комментировать. И давайте я вам еще сейчас зачитаю мнение Раймонда Паулса. Ну, это все взаимосвязано, друзья. Это, конечно, я просто две новости решил. Вот это коротенькая будет новость. Но вы поймете, почему. Это позор. Это говорит Раймонда Паулса о политической ситуации в Латвии. Это вот и одно из звеньев. Вот, я взял, все равно связал вот это вот. Инициатива вот эта, что сбор подписей, что хватит уже содержать этих бывших так называемых президентов, от которых никакого толку, это я от себя добавляю. Вот, а теперь Раймонда Паулса о политической ситуации в Латвии. Это позор, он говорит. А про что же он говорит позор? Слушайте дальше. Маэстро Раймонда Паулса в одной из программ телевизионных поделился своими мыслями о политической ситуации в стране. Раймонда Паулса выражает недоумение по поводу того, насколько Литва и Эстония опережают Латвию по многим экономическим показателям. Но это он еще так веже по многим. Да, господи, друзья, во всем. Это я от себя добавляю, потому что тут никак нельзя это просто так спокойно. Дальше он продолжает. Это позор, говорит композитор, и считает, что в Риге все могло бы развиваться иначе. Иначе могло бы на вопрос, что он думает о новоизбранном, извиняюсь, президенте Эдгаре Ренкевичи, Паулс отвечает. Что касается иностранных дел, он это прошел. Как у него будет со внутренним хозяйством, увидим, Паулс продолжает. Напомним, 31 мая Сейм избрал следующим президентом многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ренкевича. За избрание Ренкевича проголосовали 52 депутата. Ну еще добавлю, можно? Там круть-верть произошла. Просто круть-верть. Ну как правильно сказал Райан Паулс, Раймонд Паулс. Поживем-увидим. А что еще можно ответить? Ренкевич вступит в должность в первой половине июля, когда закончится мандат действующего президента Латвии Эгела Левица, отказавшегося баллотироваться на второй срок из-за недостаточного числа голосов за его переизбрание. На этом, друзья, я эти новости буду... Ну я и в одну новость просто связал. Вот лично мое мнение такое. Я все-таки решил. Думаю, хоть интересно, что же кто-то думает вот на вот эти вот... Все происходившее, происходящее, про нашу жизнь в Латвии. Пишите комментарии. Ну непосредственно вот на первую новость, про сбор подписей и за содержание президентов за государственный счет. За наш счет, за наши, на наших налогах, друзья, повторяю. Я говорю, в какой стране, но только не в нашей стране содержать. И главное, пожизненно. Еще и мы то, и все. И секретарей. Куда это дело годится? Это безобразие вообще. Да, напишите комментарий, если вам не трудно. Поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. Большая просьба. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. И вообще с друзьями. Это очень помогает продвижению нашего канала. Всем большое спасибо за поддержку. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Еще раз всем спасибо. До свидания. До следующих видео новостей. Всего доброго.